В 21 веке для общения используются современные средства коммуникации, сотовые телефоны и интернет. Письма родным и близким люди практически не посылают. В день рождения Пушкина в детской библиотеке решили вспомнить эпистолярный жанр и научили юных читателей заполнять почтовые открытки. Сотрудники придумали новый проект на основе движения посткроссинга. Конечно, у посткроссинга свои правила, мы немножечко внесли свои изменения. У нас получится так, что библиотека имени Пушкина отправляет открытки неожиданные, это будет приятный сюрприз для наших коллег, в разные города России и не только России, коллегам тоже из пушкинских библиотек. В акции участвовали сотрудники почты и активисты движения посткроссинга в России. Олеся Шиманова рассказала ребятам, что такое посткроссинг и помогла заполнить открытки. Посткроссинг – это международный проект, который объединяет более 215 стран по всему миру, цель которого является обмен открытками почтовыми. Открытки эксклюзивные. На них рисунки саровских мальчишек и девчонок, которые участвовали в конкурсе, посвященном юбилею Великого Классика. Ребята старательно записали слова поздравлений и заполнили адресные сроки. Очень надеемся, что эту идею у нас подхватят наши коллеги. И кто знает, может быть и Саровская библиотека будет первой, кто начнет вот такой вот этап поздравления с днем рождения Пушкина по всей стране. Сотрудники почты принесли с собой печати и провели в честь первой акции спецглашение марок. То есть поставили отецки штемпелей на приклеенные марки. Открытки отправятся в российские библиотеки, которые носят имя Александра Сергеевича Пушкина. А одна полетит в Белоруссию. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.